Привет! Привет, привет, ребят! Так, сейчас буквально минутку запустится, прямой эфир на ютубе, о, запустился, все, вижу. Ну, давайте, как обычно, я вам немножечко расскажу по теме, и еще раз давайте всем проговорю, добрый вечер. Я, то, что я рассказываю, это не где-то я прочитала в книгах, это не где-то, у меня нет своей лаборатории. Это та информация, которая, те знания, которые мне приходят, я не знаю, как их интерпретировать, я не знаю, что, я не претендую на истину. Я просто говорю те вещи, которые, которые просто вот, ну вот, я не знаю, как сказать, знания такие или что. Я тут с кофтой сижу, а только из спортзала пришла. Вот, поэтому я вам рассказываю то, что я вижу, то, что я чувствую, то, что я вижу на ребятах, с которыми я прохожу определенные какие-то моменты. Я их веду к определенным вещам, что касается там чего-либо. Они мне показывают своим, они мне дают обратную связь, что происходит с ними. На основании этого я, у меня вот складываются эти вот пазлы, про которые я вам рассказываю. Света, доброго, ты видишь, какая структура создает кровь? У меня был вчера прямой эфир в закрытом клубе, и я там рассказывала про ДНК, да? Что такое ДНК и наше ли это ДНК? Да, у меня сейчас возникают такие вопросы, что вообще, кому мы принадлежим? Мы очень часто хотим найти себя, мы себя ищем, мы себя позиционируем. Факционируем и как тело, и как не тело, и как мозг, и как сознание, сознание, внимание, все, что угодно. Но мы всегда крутимся в одной чашке. Почему-то очень мало кто может заглянуть за чашку. Мы все пытаемся найти там, где мы есть. Но чтобы увидеть то, чего мы не видим, нужно перейти туда, где мы не были. И как раз касаемо ДНК, я буквально маленькую гримарочку такую внесу, что вчера говорили с ребятами в закрытом клубе. Это как раз вот это вот осознание того, что ДНК-то, а нам ли она принадлежит? Мы создали ДНК или ДНК нас создало? Если мы создать ДНК не можем, а если нас создало ДНК, то кто создал ДНК? И чем глубже ты уходишь, тем больше ты понимаешь, что пока ты не выйдешь из-под колпака определенного состояния себя, ты не увидишь то, что находится за колпаком, ты не увидишь то, что находится не внутри, а вовне, кто тебя наталкивает на определенное осознание того, либо того действия, продукта какого-то видения. Вот. Вы испытывали опыт самадхит подобного умирания при жизни тела? Да, я это рассказывала. У меня есть на канале эти видео. Я там подробно рассказывала о своих состояниях. И точно так же про кровь, да? Мы с вами уже говорили, что я считаю, что кровь – это... Это карта нашей жизни. А ДНК – это, наверное, есть карта существования, существования подобных тебе. Потому что мы все прекрасно знаем, что мы здесь находимся. Ну, давайте назовем так, на планете Земля, Митгород-Земля, да? Что мы не все одинаковые, что мы не все... Мы внешне можем выглядеть одинаково, но что даже мы в определенном состоянии своего осознания не видим какие-либо вещи, не видим каких-либо таких же людей, давайте назовем их, да, чтобы не обзывать как-то, потому что много там начинают, что такое сущности, что такое, еще что-то. Мы их не замечаем, потому что мы находимся на другом уровне осознания, в другой плотности. Но это не говорит о том, что их нет прямо сейчас, прямо здесь, рядом с нами, что они здесь не живут. И чем дальше я ухожу в осознание крови, тем дальше я понимаю, что крови, как общепринято, да, четыре группы крови, их действительно не четыре. Их настолько много, и как я могу сказать про группу крови, что я вижу в этих группах, во-первых, она разной плотности, то есть разной густоты. За счет того, что она разной густоты, она может принять разный вибрационный слой, разную вибрационную прослойку, разные вибрации, информационные, либо знания, вибрации знания. За счет того, что у нее разная плотность, разная вибрационная структура, за счет этого она разного цвета. Ну, то есть я не говорю, что она зеленая, красная, голубая, да, да, она там красная, алая, там, ну, с какими-то оттенками, но ее видно, то есть когда вы уже начинаете видеть вот эти вот цвета, я вчера рассказала, да, я вчера рассказала в закрытом клубе про, когда у нас идет очищение, очищение тела, очищение зрачка, и мы начинаем видеть свет, 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 свет. И за счет того, что кровь может принять разный вот этот вот виток, разную вибрацию, за счет этого она может менять и за счет этого менять свою плотность. Ну, как мы, знаете, когда ложкой крутят, там, например, мешают что-либо, да, вот, например, там, я не знаю, кто-нибудь делал домашний майонез, там, вроде такие продукты наливают, а потом раз, и оно становится густой. И то же самое я вижу с кровью, то есть чем больше мы готовы принять информационной вот этой вот волны, информационного знания, чем больше мы готовы принять нашим физическим телом, тем больше получается вот эта вот спираль, структура, она меняет кровь по свету, то есть она становится цветом абсолютно другим, то есть если она, например, в спокойном состоянии, более густая, да, более такая алая, там, еще что-то. Что это такое? Что? Что? Помощник мой. Ну, все, иди, пожалуйста. Сейчас пойдем гулять. Жорох. Вот. То, когда мы идем, почему очень часто бывает такое, с нами бывают некоторые вещи, которым мы не отдаем отчет, и за счет того, что мы не понимаем, что с нами происходит, мы не можем выйти на определенный уровень самого себя, чтобы словить вновь и вновь эти состояния, да. Это то же самое, когда говорят, вот, например, я там вот там голодал столько-то, у меня были такие отличные состояния, сейчас не могу в это выйти. Или там я был в таких состояниях, у меня открылись там такие-то видения, но сейчас не могу вот в это выйти. Это не потому, что вы не можете, а потому что не простроили вот эту структуру, как и что это дает. То есть чем больше мы готовы через свое физическое тело получать определенные знания, определенную информационную структуру, тем больше у нас закручивается эта спираль, тем больше у нас, так назовем, давайте грубо, светлеет кровь. Сейчас, ребят, почитаю вопрос, секунду. Чем больше светлеет кровь, тем больше она может принимать вот это вот свет, потому что вот эти знания, оно идет через свет. Но чтобы принять своим физическим телом вот определенную структуру знаний, ты должен и физическое тело к этому подготовить. То есть не каждое физическое тело может принять какую-либо информационную структуру. Вы, может быть, много видели людей, которые очень умные, их очень приятно слушать, у них прям информационный поток клевый, но выглядят они, скажем так, больными, да, старыми больными. Их тело, их, так, не сознание, их внутренняя структура при помощи прошлых жизней сыграло определенный стержень его самого, где он может принять достаточно мощную энергетическую структуру. Но тело физическое к этому не готово. И за счет того, что тело физическое не готово, он его принимает, но тело все больше и больше разрушается. И, кстати, по этому поводу сейчас я буду разрабатывать такую программу вместе с вами, конечно же, где и будут вот эти вот все моменты, когда мы будем себя прокачивать не только со стороны питания, непитания, когда мы будем себя прокачивать не только со сознания, что такое сознание, когда мы будем себя прокачивать и с физической стороны. То есть я сейчас чуть попозже расскажу, я буду скоро запущу, сейчас вам все расскажу, бесплатный трехдневный марафон, что из этого выйдет, я чуть попозже расскажу, чтобы не отвлекаться от тем. Вот. И когда мы с вами говорили о зубах, то есть я все же склоняюсь к тому, что зубы — это это те антенны, которые принимают определенную структуру знаний. потому что люди, у которых какие-то проблемы с зубами, причем очень серьёзные, вы можете видеть, разговаривая с ними, что у них нет того осознания, к чему, то есть они могут говорить те вещи, которые для вас кажутся банальными. Они могут рассказывать вам, они могут говорить вам то, и вы можете чётко понимать, почему человек этого не видит, что происходит такого, почему он этого не замечает, это же на поверхности. То есть различные, различные вот это, это потому что он не может принять. И как раз, когда я говорю, что кровь имеет влияние на зубы, это я говорю как раз о том, что когда мы прокачали своё тело, я расскажу, что такое прокачали своё тело, когда мы урегулировали свой вот этот вот стержень, восприятие информационной вот этой вот волны, именно вибрацию, потому что я ещё раз повторю, что мы находимся полностью, вот эта вот сетка, вот эта вот матрица, она вся находится в этой вибрации, вибрация знания, когда мы можем это принимать. И за счёт этого, когда у нас запускается вот эта вот структура, одно, второе, третье, то есть не может запуститься только один какой-то компонент, да, мы всё должны прокачать, и это обязательно. И когда вот это запускается, тогда вы можете регулировать, в том числе, и ваши зубы. Если вы возьмёте какие-либо исследования, ну, это, наверное, в Ютубе сложно найти, да, но если у вас есть какие-либо стоматологи знакомые, то вы можете посмотреть, что у людей, у которых в большинстве, давайте так, потому что там не будем всё под одну гребёнку грести, но, тем не менее, в своём большинстве, у людей, у которых более жидкая кровь, то есть ни которая остановиться не может, ни до болезненного состояния, там у них есть тоже какие-то свои вот эти вот критерии, то у тех людей более здоровые зубы. И это очень важный момент. И если мы с вами его проработаем, его осознаем, то мы очень о многих вещах узнаем о самих себе. То есть мы можем кровь на любом этапе менять самостоятельно. Да, мы можем её менять, когда мы прокачиваем все… На сегодняшний день я вижу три основных положения. Это внутренний вот этот вот стержень, душа, дух, назовите его как хотите. Это именно то осознание, которое вы готовы расширять, не которое вы просто готовы, вот это вот я не хочу, вот это я не буду, это я ещё что-то. Это ваше физическое тело. И, конечно же, никуда мы не уйдём, это наше питание, потому что на питании строится максимально всё. То есть вы прекрасно понимаете, что если человек будет есть мясо и запивать это, я не знаю, каким-то спиртным, пивом, то у него не будет тех осознаний, если бы тот же человек, например, ел какую-то облегчённую пищу, более здоровую, так скажем. Я не говорю сейчас про неедение, я говорю просто о каких-то этапах, которые будет очень отчётливо видно. И именно поэтому я сейчас, ребят, хочу запустить марафон трёхдневный. Он будет абсолютно бесплатным. Что будет на этом марафоне? Во-первых, он запустится. Я сразу же во всей соцсети скину ссылку, чтобы можно было присоединяться, кто захочет. Что это будет за марафон? Он будет стартовать, когда наберётся человек 500. Нас с вами всех много. Я думаю, что человек 500 наберётся в течение какого-то времени. Я планирую, что это будет где-то так. Он будет абсолютно безоплатный. Мы эти три дня будем с вами говорить не только о питании, не только о каких-то психологических моментах и разрушивать какие-то мифы, в том числе и наше убеждение, которые очень сложно нам даются. Я вам потом их расскажу. Это действительно не очень всё приятно, как бы нам хотелось. Но только зная то, что есть, мы можем это поменять. И, конечно же, это физика. То есть я буду показывать максимально свою жизнь. Мы будем с вами встречаться несколько раз в день. Это будет проходить в Телеграме. Я буду показывать, как мы начинаем день, почему мы так начинаем, что это даёт. Потом мы будем определять, что мы будем делать для... То есть мы будем определять с утра сразу же по питанию. Потом мы будем определять, что мы будем делать для нашей физики. И мы будем определять, какую тему мы сегодня будем поднимать. Это будет три дня. Далее, кто захочет идти дальше, то дальше будет следующий. у нас переходит марафон, это будет 21 день, то есть после трех дней абсолютно бесплатных пойдет уже в 21 день 21 день и там будет все то же самое но 21 день там уже будет какая-то оплата, я еще не могу сказать, но она будет чисто символическая, то есть я буду понимать, что мы ее все время будет занято с вами общением, то есть это будет как минимум два раза в день выход в эфир, эфиры будут сохранены мы с вами будем, то есть мы будем жить с вами вместе и если 21 день нам понравится, то есть 21 день это когда идет новое осознание себя, если вы говорите что мы готовы идти дальше, то я продолжаю этот марафон до 40 дней и мы 40 дней с вами прокачат то есть у вас не будет срывов на питание потому что мы будем все постоянно вместе, у вас не будет возможности как-то не прокачать свое физическое тело, потому что мы найдем как его нужно будет прокачать и конечно же мы очень много разберем различных вариантов зависимости психологических которых не дают вам дальше двигаться ссылка будет во-первых прикреплена под видео под каждым и в соцсетях я их раскидаю и как только набирается у нас вот этот вот пол людей мы сразу же запускаем посмотрим посмотрим, к чему придем я думаю, что это будет достаточно интересно поучительно но и как минимум это будет для всех для нас полезно я думаю так так, значит переливание крови меняет тебя конечно переливание крови меняет тебя это однозначно так же как и новые органы так же как и девочки нарощенные волосы нарощенные волосы они перекрывают вам настолько много мы как-нибудь уже сделаем эфир возможно как раз вот на этом марафоне мы поговорим про это это жуть я расскажу свое видение там уже посмотрите если бы у вас был опыт как можно во что-то верить в этом эллюзорном мире подобно сновидению а если у вас был опыт самадхи то вы знаете о чем я говорю я рассказывала там я рассказывала какие со мной были состояния и почему я пошла дальше могла бы не идти да, у меня были такие моменты что я не готова была вообще идти дальше ни к чему но пошла так, ребятки давайте почитаю вопросы добрый вечер добрый вечер Сатана люблю вашего Бога внутри спасибо, Танюш добрый вечер Евгений так интересно зубы можно со второй группой крови вырастить Татьяна можно зубы вырастить с любой группой крови но здесь смотрите группы крови их не 4 группы крови их только официально утвержденной у них есть разновидность у них есть цветовая разновидность вот которая нам неизвестна и не всем медикам она известна И в каждой вот этой группе есть по 14 групп, то есть там получается 7 цветов, насколько я знаю, и в каждой световой гамме есть 14 групп, на которые подразделяются. И это не просто подразделение, то есть определенных людей с определенной группой, их прямо на очень жестком контроле у определенных людей. Люди могут этого даже не знать. Вот, это первый момент. И второй момент, когда меняется группа крови, она меняется тоже не просто так. И это тоже нужно об этом понимать. Может, их 64, как и основной ДНК. 64. Я все-таки, знаете, ребят, как думаю насчет групп крови. Когда я общалась с определенным человеком, он мне дал такую затравочку, но я еще в ней до конца не разобралась, поэтому, конечно, глупо вам что-то здесь рассказывать. Но тем не менее, я вам тоже дам такую затравочку, что число 108, оно не просто так. Это карта нашей физики. А если карта нашей физики закладывается именно через омывание органов, через кровь, то, возможно, здесь есть тоже какой-то определенный ключ. То есть мы же должны понимать с вами, что у нас нет такого единого ключа ко всему. То есть у нас есть много дверей, и мы должны в своем доме открыть все двери. Понимаете? Поэтому нам с вами еще копаться и копаться, и если мы будем друг с другом делиться определенной информацией, и идти, выходить. То есть мы в том числе и при помощи питания можем выйти из-под определенного колпака, из-под колпака ДНК. ДНК наше контролируется. И когда мы выходим из-под этого колпака, мы хотя бы на несколько, мне удавалось на несколько секунд носом только почувствовать, что там есть что-то другое. И поэтому я и хочу развиваться, идти дальше и дальше. Если кто-то также хочет идти дальше и познавать, что есть за тем, где мы все плюхаемся в одном бассейне, что-то здесь хотим кому-то показать и доказать. Если мы хотим идти дальше, то в том числе это в первую очередь убирается через желудок. Убирается через желудок, через живу. И закрепляется это нашим панцирем, нашим аватаром, чтобы наша информация, которая у нас же есть внутри, вот эта вот флешка, которую мы в себе распаковать не можем. И мы ее сможем распаковать только в том случае, когда мы укрепим свой аватар. Только после этого мы сможем удержать те знания, которые есть в нас. Почему мы очень часто не можем общаться со своим родом? Вот эти вот все заманухи, что «Ой, я вот сейчас расскажу вам, как общаться с родом», там еще что-то. Они есть, если это и есть хороший проводник. Да, с ними можно общаться, но почему так часто? Вот мы, например, видим какие-то моменты, как-то в интернете, может быть, еще кто-то, что умерший какой-то родственник спас от смерти кого-либо. Часто же есть такие истории. Почему умерший родственник спасает? Потому что у него не запечатана память. Но очень часто бывает, что вот думаешь, ну блин, вот я молюсь, там что-нибудь делаю, там еще что-то делаю, ну почему мне никто на помощь не приходит? Ну почему еще что-то? Память запечатана. Да, вы можете ее открыть, это действительно так. Но это делается определенными техниками. Эти техники, вот которые марафон у меня будет платный, он короткий будет, он очень глубокий будет на индивидуальной проработке. Пятого февраля, вот мы там будем, я там буду давать практики, вот в том числе и выхода из тела. Есть и такое. И мы просто, мы вот эта вот цепочка, у нас же все, вот это вот наш род, он цепочки. Если на какая-то цепочка у нас у бабушки, у прабабушки, там седьмого поколения бабушка память закрыта, она не помнит нас, она не помнит все вот это вот, то как бы что дальше-то есть? Ничего не пройдет. А как вы откроете эту память? Почему тогда одних спасают, а других нет? Ведь эти случаи, они частые, не все про них говорят, не все просто в это верят. Но некоторые даже сняты на какие-то там скрытые камеры, еще что-то. Хотя многие говорят, ой, это монтаж, это там еще что-то. Но это все существует, это же все настолько, насколько вы готовы принять другую реальность. Если вы не готовы принять другую реальность, то как бы неплохо, можно же и в этой реальности жить, и очень даже хорошо. И веселиться тому, что есть сейчас. Так, здравия Светланы всем друзьям. Добрый вечер. Это только у меня идет такой, это посторонний шут, типа радио или телепередачи. У меня сын там смотрит YouTube, поэтому, может быть, есть что-то. 108 богов, Библия, Православие и 108 божественных углов. Возможно. Так, а нарощенные ногти тоже у меня в последнее время организм их не понимает. Но в ложе воспаляются. Ребят, нарощенные ногти, ну вы просто перекрываете, вы же понимаете, что как бы... Я не говорю, что не нужно за собой ухаживать, но есть же очень много, как бы, красиво можно просто... Просто ухоженные ноготочки сделать красиво, да, свои. Они же у нас великолепные, они же у нас такие красивые. А вот я тоже смотрю, это только мое, сугубо мое мнение, других, может быть, оно нет. Но я вот смотрю на девочек, у которых нет нарощенных ресниц. Мне кажется, они такие красивые, вот с естественными глазами, а другие себя не воспринимают. Это же, видите, вот как у кого как. Мне кажется, что вот то, что вот естественное, оно естественно ухоженное. Мы же можем делать какие-то там масочки, как-то быть красивыми именно... Мне кажется, красота, она в ухоженности. Она не в косметике, а в ухоженности. Все остальное, это все абсолютно закрывание себя от чего-то. Откуда такая информация? Про крахт, про кровь. Я уже сказала, впереди просто у меня хочу сдать кровь. Чувствую, что у меня тоже кровь изменилась. Возможно, у меня три раза менялась пока кровь в своей жизни. Почему я это знаю? Потому что в детстве у меня была одна кровь, я лежала в больницах. Мне ни разу не делали переливания. Но я была таким болезненным ребенком, да, вы, наверное, это знаете. И так как я два раза рожала, и когда рожаешь, то тоже берут кровь. Вот, и получается, что у меня три раза кровь менялась. Вот это я знаю, больше я не сдавала на кровь. Вот, все. В марафон, да, ссылочки будут в марафон. Кто хочет на индивидуальную проработку себя в марафоне, прям такую индивидуальную, с практиками, именно с себя, если чувствует, что уже вот он готов, то это 5-го числа, он будет 7-дневный, он будет прямо на глубину самого себя. А кто хочет именно войти в эту жизнь, на лайте, так скажем, да, то есть, ну, постоянно, мы будем постоянно все вместе. Я постоянно буду в эфирах, я постоянно буду и в спортзале, буду вам укладывать, потому что будем прям прокачивать и аватар, и по питанию будет ежедневное питание. Какое оно будет? То есть мы в результате выйдем на малоедение, вот так скажу вам. То есть мы не говорим сейчас об автономии, да, чтобы не было такого, ой, я не смогу, а как я буду, я у меня там… Мы выйдем на очень корректное малоедение, то есть на то питание, где ваш аватар будет себя чувствовать максимально кайфово, максимально в заряде и без отягощения. Естественно, через 21 день вы уже к этому более или менее привыкнете, и вам уже не захочется другого. Но если пойдем на 40 дней с вами, то там уже это просто будет уже образ жизни, то есть уже другого пути у вас как бы и не захочется вам. А кто-то уже будет рассматривать и автономию, наверное, после 40 дней. А может быть уже кто-то зайдет на какие-то сроки. Но это уже давайте вот про автономию я не буду ничего говорить, потому что это такая сейчас тема, она сейчас настолько раздута, что все-таки давайте мы перейдем к новому осознанию себя. И вот это вот будет вот так вот. Не только группа крови меняется, но и резус-фактор бывает меняется. Интересно, почему это происходит? Ну, резус-фактор – это тоже кровь, да? Возможно, получать помощь рода и родовая память тоже зависит от группы крови. Смотрите, родовая память, она зависит больше от ДНК. Да, именно от ДНК. В ДНК хранится вся, ДНК – это наша флешка, где хранится вся информация. Но кто это ДНК, кто эти клетки омывает? Кровь. Насколько мы готовы принять, раскрыть ту флешку, которая есть в нас? Мы же очень часто не знаем, какая информация в нас есть, а она такая обширная, представляете, сколько поколений? Это с новой реинкарнацией Меткард Земли вся информация находится в вас. Вся. Вы ее готовы вообще раскрыть? Нет, ни один из нас не готов. Хотя бы на 10 поколений раскрыть – это уже для нас. А, конечно, на все вот это вот, все, что вот это с Землей, это все происходило. Кто готов? Да никто не выдержит, наша физика не выдержит пока. Давайте начнем с малого. Когда мы начинаем с малого, мы понимаем, куда нам идти. А сейчас у нас только разговоры пока. 108 диаметров Солнца – это расстояние до Земли. Да, ну опять же, ребят, Солнце, да, Солнце. Солнце и Луна. Мы сейчас… Многие думают, что у нас и одна Луна, и одно Солнце, но это не так. И очень часто мы бывает, даже видим две Луны, но как-то себя их оправдываем. Луна говорит, что Земля приятно слышит, наследие Николая Левошова. Я хотела, но родственники мало знают о своих предках. А зачем тебе, что родственники знали? Если ты хочешь, так ты можешь познать это. Ребят, мы можем все познать. Вы не представляете, насколько у нас огромные ресурсы. Но мы такие лентяи. Мы себя готовы оправдывать вообще во всем, что угодно. В том числе в какой-то минимальной еде. Мы даже себе не можем иногда уменьшить, урезать еду. Не том, что отказаться. А мы говорим о каждодневных прокачках себя со всех с трех сторон. Представляете это вообще как? И только если мы будем это делать постоянно, хотя бы на протяжении 21 дня, вы просто будете понимать, что вы больше не будете никогда тем человеком, который есть сейчас. Да, понятно, что этот будет марафон. Это просто будет групповой марафон, где будут прорабатываться какие-то... То есть по питанию полностью будет проработка. Это будет однозначно. То есть по питанию я могу сказать так, что я много знаю. Вот и по ребятам, которые у меня проходили какие-то марафоны. Это по психологии будут прорабатываться. По психологии будут прорабатываться, и будем открывать какие-то определенные темы. И там будет физика. Вы не соскочите у меня. Вы будете каждый день заниматься. Мы каждый день будем расписывать, что нам нужно сделать. Что это даст, как это разжижит кровь, как это поставит позвоночник, чтобы запустить, какой позвонок запускается при определенном упражнении, при определенной физической нагрузке, что мы будем делать сейчас. Если мы, например, прорабатываем какую-то зону, например, зону, где у нас поясничная зона, где у нас почки, то, значит, почки мы прорабатываем, и какой у нас эфир? Конечно же, продавание и принятие. Конечно же, у нас идет день полностью на эту зону. То есть у нас не может быть одно без другого. Мы полностью будем это все прорабатывать. Если мы прорабатываем волосы, то мы прорабатываем, почему мы не хотим знать знания тех, которые есть сейчас. Если мы не хотим что-то делать со своими ногами, почему мы не готовы принять ту информацию, которая была до нас. То есть там очень много моментов, и все, мы это проговорим с вами. Точно, Светик, никак порцию стала салата урезать не получается. Ну, все. Вступайте в марафон, ссылочки все будут. И вот трехдневный он будет абсолютно бесплатный. И он запустится, вот 500 человек наберется у нас, и мы его запускаем. Потом он будет, там будет какая-то чисто символическая оплата на 21 день. А потом, если мы понимаем, что нас достаточно много, и мы идем дальше, то мы идем до 40 дней все вместе. Если это будет получаться, то мы будем такие марафоны с вами делать, и, может быть, более глубже. Конечно же, для членов клуба будет 50% скидка. Хотя там сумма небольшая, но тем не менее. Это же мои ребята, с которыми мы обсуждаем такие темы, что не каждый вообще готов на них смотреть. Как меняется после переливания крови ДНК или не меняется? Конечно, меняется. Вот смотрите. У вас есть ДНК. Это ДНК, это ваш род, это ваша родовая память. Это все, что связано полностью с вашим родом. Это вот клеточная структура. И эта клеточная структура, она существует до тех пор, пока идет омывание. Омывание, не знаю, как правильно сказать. И тут структура осталась та же, а вымывается по-другому. Что у вас происходит со структурой? У вас идет определенное отторжение чего-либо, и вам нужно этот момент тоже прорабатывать. Вы можете это все поменять. То есть нет ничего, у нас нет такого, что вот здесь вот стоп, и все. Есть. И еще мы, конечно же, поговорим про те моменты, когда, как хоронили людей, почему так хоронили, и почему сейчас так хоронили, почему сейчас потрошат людей, почему не дают им вновь возродиться, потому что человек не умирает. То есть у него нет такого, что он раз, умер, и все. Он возрождается. Клетка у нас, она, вот эта вот реоркарнация, про которую нам сейчас говорят, реоркарнация изначально, она была не в новое тело. Реоркарнация была через определенный период, и были смотрящие, которые ждали, когда придет реоркарнация, и он вставал в своем же теле, человек. Но это сейчас не в этом. У меня проблема с зажорами и сладким. Все, присоединяйся. Слава. Слава, Левша. А что говорит отвержение ребенка, агрессия, унижение и так далее родителями? Ведь получается, родовая система отвергает, это свобода. Но от... Нет, это почему от свобода? Отвержение родителями, агрессия на ребенка. Нужно понимать, что они видят в этом ребенке, что они не готовы принять. Тут, смотрите, тут же всегда палка о двух концах. Либо в этом ребенке есть то, что они не готовы принять в себе, либо в этом ребенке есть то, что они бы очень хотели принять в себе, но не могут по определенным причинам. Что с этим? Не с ребенком ведь что-то не так. Этот ребенок дам для определенного осознания. Идешь ты к этому осознанию или нет, это уже абсолютно другое. Если ты к нему идешь, ты обязательно в этом разберешься. И здесь все лежит на поверхности. То есть я не могу сейчас эту тему полностью вскрывать. Но, например, на марафоне у нас будет... Если вы идете на марафон, который 5 февраля начинает, стартует, который в глубину каждого идет, то там мы разбираем прям эти ситуации по каждому. Я разбираю, и там мы будем прям углубляться, углубляться в эти моменты, моменты, чтобы вытащить все вот это вот говнецо. Но который марафон будет у нас, вот когда, как только будет определенное количество желающих, то там мы будем проговаривать разные темы. В том числе и про эти темы можно проговорить. Почему нет? Это же все наше. Благодарю. Посыл любви солнцу. Благодарю, ребят. Так, ну что, ребят, буду я оформлять ссылочку по бесплатному марафону. Присоединяйся. Да, я левша и очень талантлива, и всю жизнь люблю делать своими руками. Правда, что нельзя... Правда, что нельзя переучивать левшей. А тут дело же не в переучить. Это зачем переучивать? У тебя левша, это... Смотрите, левша, они всегда... Это всегда те детки, которые, когда они еще формируются у мамы в животике, у нее так внутренний орган... То есть у нас внутренние органы располагаются по одному. Женщины это знают. Когда ребенок начинает расти, они могут мигрировать внутренние органы. Да, вот. И в определенных состояниях мигрируют определенные внутренние органы у женщин. И у ребеночка по-другому начинает как бы... Омовение внутричерепного... Внутричерепное давление идет, омовение идет с другой стороны. Вот. И ребенок чаще рождается... Как какой-нибудь... Ну, вот, например, у нас реже левша, да, и поэтому и рождается левшой. А вообще, если женщина правильно ходит, то у нее ребенок рождается амбидекстер. Это когда два полушария абсолютно одинаково задействованы. Когда вы можете и правой, и левой рукой делать абсолютно идентичные вещи. Когда вы можете одномоментно и правой, и левой рукой что-то делать. Это когда ребенок абсолютно правильно лежит. Если вы посмотрите ранее какие-либо картинки, может быть, где-то найдете, там еще что-то, то вы увидите, что ребятишки, которые там, ну, еще за много-много-много лет до нас, да, то, например, там, если они ели, то им было без разницы, например, какой рукой есть. То есть, если они рисовали, им были без разницы, какой рукой рисовать, вот. Да, это когда отсутствовало определенного типа одежды. Это когда отсутствовало определенного типа какие-то повозки, какие-то средства передвижения, какая-то обувь, которая не деформировала стопу. Вот. Тут же очень много всего. Светочка, благодарю. Светочка, спасибо за эфир. Благодарю, ребят. Ну, все, буду закругляться. Мы с вами надолго не прощаемся. А если наберется в ближайшее время 500 человек, я думаю, нас уже, в принципе, и так много, то очень все быстро с вами начнем это все делать. Всех вас обнимаю. Спасибо огромное за вопросы, ребят. Спасибо, что были со мной. Мне очень приятно. И всем пока.